так константин я с лишайником не борюсь никак это средство борьбы но я ими не пользуюсь это хорошо чтобы не пользоваться вот у меня лишая них расчет на простой альпийской веревки только вода простая веревка если она не синтетика это тоже почва вы знаете я убедился когда извините откликаешься вы практически заканчиваем погреб 3 этаж самый нижний это четверо глубине там всегда холод там всегда около нуля стены бетонных ну казалось бы бетон и он весь в грибах и при такой температуре около нуля в абсолютной темноте абсолютной грибы выжирают из бетона из бетонных стен то малюсенькое количество органики они без органики это просто так не жрут бетоне делается из этого семента плюс песок а песке хоть чуть-чуть органики есть и ведь умудряется настолько гриб живуч что даже в таком страшном месте ничего не должно расти он все равно находит органику и выфирает из бетона и тогда когда у меня таких наблюдений накопилось я и сказал грибы не едят ничего живого и бетон они едят они едят бетоне то что там микроскопическое количество именно органики мертвые органики подчеркну и вот смотришь вот она плесень гриб мы называем вот она но по народу называем плесень вот она плесень на стенке вот такие пятнами белыми вот до чего дошло и вашей веревка она тоже почве она тоже имеет раз она покрыта у вас лишайником она тоже не молодая веревка она тоже начало под гневать вот она тоже покрылась лишайниками лишайник и жрет так как она постепенно подгнивает так что еще добавить все стою на своем вот да можете уничтожать решение к дереву от этого оздоравливаться не будет будет продолжать умирать это важнейший момент которого за которым стоит мировое открытие за грибами стоит мировое открытие затем что как вы пишете закаленные почвы после закаленные а самым расстойких можно найти и можно не меняя геном вот найти предельно возможное почки для выживания самых страшных условиях то есть и ративная и реализация это будем считать целое направление и от него я отпочковал так называемый селекционное клонирование выявление самых морозостойких почек после самых страшных зим тиражирование и вот вот пожалуйста а то что у меня случилось то есть пожалуйста вы имеем такой сад так смотрим что на русскую горю а то не пишет я еще раз хочу спросить про висши сыпленными листочками скорее гофрированных кальция была надпись вишни железа нет таким образом я не не нет вишни железа как таковой нет вишня жуковская вы наверно слово железа жуковская похоже если жуковская доска я ее рассылал вот она действительно у нее листочки ну скажем более рифленая какая получится а вот да она культурная но у вас в вашем любимом кемерово городе какая она получится я не знаю вот рифленность а некоторой культурности говорят но конечно результат не знаю какой будет мы с вами это вместе посмотрим пройдет время вот а то что взошло поздравляю так выборка то есть и перерожай был такой формы файл можно получить посылки так груша родственника брал место питомники три штуки выжила одна вот брал мясо питомники ну-ка давайте смотреть о нет не получается у нас не получается задам я попрошу что-то ну как бы сказать повторить другой раз ладно опять не знаю где я был как обратно вернуться сейчас попробую так что когда откроется разберемся так друзья смотрите александр выбор еще что-то пишет так еще что-то пишет тогда подождем а прислали кругом режется каждый год несмотря на мой уговор оставить покоя ну уничтожить такое это такой сорт ну видно же даже без названия видно что на культурное что на сладкое ну видно же режется каждый год а с а вот она что учеба братцы ура давайте назад вернемся назад смотрим ну чем больше режу тем гуще а этого не понимает никто все эти советчики глупые всегда так отрежешь не полностью там где была одна ветка 34 статистика отрезал 10 метров 30 40 получил так было и второе тогда придумали мудрецы давайте отрезать полностью заподлицо оставляет только раду под названием обрезка на кольцо стоит это ветки исчезнуть опять 34 но уже так как ее ветки нет и нижних почек нет взяться нет куда соседних меток опять проснуться из ничего проснуться будет уже вот такой штамп голый как колено и все равно с него полезут ветки все равно будут лезть 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 и вот спасибо за эту фотографию я надо переносить будет мне учебные тем более с вашим текстом каждый год режут еще здорово спасибо александр вы умница молодец то вот так вот мы это и ведары проводим не мне не с голыми словами не с голыми советами а реальными резали резали получили в высоту дикую так ну что наверное на этом все грустно прощаться друзья а у нас опять письмо так то от нижний новгород выросли по двое груши у суреки свароки в школке весной буду привать и пересаживать на постоянное место вопрос как пусть и поступить так весной выкопать привить за столом посадить опасновато для меня это да для меня это нормально допустим на я не знаю ваш уровень поэтому или вы сесть а у вас тут варианты привить дать прижиться черенку и после этого выкопать пересадить я так тоже делал у меня много таких фотографий вот сейчас если быстро найду нет временно шести кассе короче можно так делать то есть я делал как прошла только в рост вот такие победе да да немчим бутылка накрыта они любят когда крыковой бутылками лучше всходят лучше развивается там раз и прямо вот это вот допустим в апреле привил а в мае чтобы год не терять пересадил на постоянное место это же только из-за зеленили почки то есть через две-три-четыре недели уже пересадил чем хорошо пересадить осенью а там вот такие корни обязательно порубим а здесь варианты с гибелью то что могут погибнуть есть но проценты из ста процентов два-три процента что пересадки погибли до этого что мы знаем про гипотогенной зоны может школки рос нормально гипотогенную зону посадил сдох а мы думаем лучше бы не трогать ну и так далее так кажется ответил или вариант сергея железова и мы осенью когда массовые прививки осенью выкапываемся школки пересаживаем уже ровненькими рядочками где-то конце сентября это сибирь так и весной они уже настолько прижили что они прекрасно приживаются так выбор слова файл можно получить по ссылке но это самое давайте так сейчас это по моему одно одно и то же да давайте посмотрим наверное что-то не понимаю давайте так у меня к вам просьба вы так как все таки я где-то умный а где-то дурак извините за выражение так мы сделаем по-другому мы вот это самое пришлите мне на мой электронный адрес и коротко что это самое о чем речь идет и на следующий вебинаре она там надеюсь где-то в другом месте откроется или кто-то мне поможет открыть и может быть мы посмотрим только то есть смысл что в нем и вот этот самый перенесите мне на электронную почту потому что здесь я открываю она не открывается а дальше я просто дурак дураком я не скрываю никогда там где я не знаю там где я не знаю не понимая никогда не то щеки не надуваю ну что все вроде бы закончили вы каталог семян сюда нажимаете и заказывайте семена потому что вы видели каталог там у меня как есть каких-то много какие-то мало а потом локти кусать когда вдруг так захочется когда же посылся всех и проснулся садовод а уже половину списка нет у меня пожалуйста я вас прошу заказывайте сейчас воду вы каталог нажимаете заказывать так смотрим если тут свежие люди в дорогах ветеран карелин ветеран какая-то самая я так переживаю дмитрий за ваш этот самый такой махину поднять ужас вот такой объем столько денег бухать вот результат еще не предсказуемый я имею ввиду еще продать это все до виде саженцев я всегда ищу фамилию ребрика вот он александр усеевич вы из нас самый этот авторитетный человек вы люди простые вот мы из народа а я слышал вашу передачу вы это одна по поводу слышу христианин передачи вел александр усеевич это было по центральному по федеральному радио каналу ехал в машине вас слушал вот наш человек то там оказывается в москве не последний ну вроде бы все друзья давайте заканчивать наше время истекло вот я все еще надеюсь что так легко эту ссылку же взять и отправить 10 адресов и попросить отправить дальше даже не глядя все равно они должны найти эти ссылки на вебинар они должны найти своих своих читателей сколько можно я случайно я случайно я случайно а год это прошли 20 лет долблю не делайте штампа не перекапывайте почву ведь праздник дали людям миллиону людей бросили только эти же покупают эти рекламы согнется с лопатой он мажьте кроме рекламы ничего вот ну все друзья до свидания я надеюсь что мы с вами встретимся в следующий понедельник а перед этим вы закажете у меня семена если бы знали что вот это такое когда человек человеку надо спасать еще отдыхать больше никто никогда не поможет до свидания я с вами на сегодня прощаюсь я честно поделился своим опытом опыт мой уникален поверьте ни одного совета ни одного человека который приблизил срок жизни дерево совсем совсем воды ни разу не ошибся даже первые мои публикации первые мои советы ни разу не было чтоб я сейчас сказал а это передумал надо было окажется не так какая-то интуиция вела бессонная ночи как будто с деревьями советую как будто с неба поступали советы три часа четыре ночи вскакивал пачка беломоров за два часа за час лихорадочные часть не смог потом расшифровать с неба с неба с неба с неба шло вот так вот так вот так вот так вот так а потом то что все-таки смог расшифровать по и получали статьи обновали не понравились и началась блокада и провоциально не печатать железо ну а вы сами все спасибо вы один меня это самая рядом со статьями профессора в моей статье а на сих пор горжусь этим спасибо вам до свидания друзья до новых встреч до понедельника сейчас еще может быть вот тут появится вот тут появится вот здесь вот три фирмы те с учеными под ручку вот они первый фильм появился железо вы как грибы на деревьях друзья или браги пока мы тут рассосоливаем уже посмотрел значит смотрят совсем другие люди все это первый строк фильмов короче вот сюда вам надо еще и регистрируется на или как там записываться еще забыл как подписываться 9000 подписчиков смешно у тех кто убивает деревья в 500 тысяч 900 тысяч миллион двести миллион пятьсот это я вам показывал как мне 9000 милами противостоять извините выговорился до свидания друзья отключаюсь надоел